Всем привет, друзья! Ставка 40 тысяч рублей на субботу. Второе видео обязательно посмотрите первое. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и, конечно, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать моих следующих видосов. В описании вас ждут ссылочки на мой телеграм-канал, где я выкладываю много бесплатных прогнозов, потому что в ютубе не все ставки я даю. И ссылка на наш чат, где вы сможете обсудить свои ставки с другими людьми, там более тысячи участников. Так что всем рекомендую. Скрепленный комментарий. Начинаем с матча чемпионата Франции. Ланс играет против Страсборо. Ланс это такая интересная, открытая команда. Они всегда демонстрируют открытый атакующий футбол, поэтому их матчи нередко результативны. В прошлом туре они уступили на выезде 3-2 Леону, но забили целых 2 гола. 2-1 дома обыграли Брест, 2-0 проиграли Мец, 0-3 обыграли на выезде Монако, 2-3 уступили дома Монпелье. Последние 2-5 из 8 игр у Ланса обе забьют, проходят. Страсборо постепенно выходит из кризиса. В прошлом туре разгромили дома 5-0 Ним. До этого, правда, были поражения. 4-0 уступили по СЖ, 0-2 Бордо. Но на выезде в то же время обыграли Анже, 0-2, который тоже в этом сезоне смотрится неплохо. Что интересно, в 11 личных встречах подряд обе забьют проходят. Они, конечно, все давно были, но это интересный момент. Мне кажется, что этот матч тоже будет результативным. Так что моя ставка обе забьют, коэффициент 1-8-6, 2700 рублей оставлю. Рен играет против Леона. В этом матче тоже я жду голы. Даже несмотря на то, что в прошлом туре Рен сыграл 0-0 с Нантом на выезде. Уверен, что матч с Леоном будет более открытым. Леон не будет закрываться. Леон тоже открытая команда. Поэтому голы должны быть. Ранее у Рена было 4 победы подряд. 1-0 Метц обыгрывали. 0-3 Лориан, 2-1 Марсель. Что касается Леона, то это лидеры чемпионата. Леону повезло. Они не уступают в этом сезоне в Еврокубках. Это им и помогает набирать максимум очков в чемпионате. 3-2 они обыграли Ланс. Но опять же целые 2 гола пропустили. 3-0 победили Нант, 1-4 Ниццу. И 2-2 сыграли с Брестом. В 3-4 играх у Леона обе забьют проходят. И в 6 из 8 гостевых матчах у Леона обе забьют залетают. В личных встречах, когда Рейн играет дома с Леоном, в 4-х матчах подряд обе забьют проходят. А ставка обе забьют, коэффициент 1-84, 2800 рублей оставлю. Беневент играет против Таланта. Беневент 1-2 обыграли Калери в прошлом туре. Вообще у них 3 победы в 4-х матчах. Хотя календарь был не самым сложным. 2-0 обыграли Джену на выезде 0-2 Удинезе. Но в то же время уступили 0-2 Милану. Когда весь матч играли в большинстве, создали лучший момент. В пеналити не реализовали. И до этого, конечно, у Беневент тоже было очень много поражений в этом сезоне. Так что Таланта, безусловно, фаворит этого поединка. У Таланта 5 побед в 7 матчах. В последних двух играх они забивают очень много. 3-0 обыграли Парума 5-1 Сусоло. Плюс матч против Парума проводили небольшую ротацию. Там первый тайм играл Мурель, второй тайм Сапата. Так что Таланта должна быть более свежая. Ну и Таланта банально сильнее сейчас. Огромный выбор исполнителей впереди. Я думаю, что Беневента не выдержит по Таланте с Камбергамасков. И матч должен получиться довольно-таки результативно. Моя ставка P2 плюс Тотал больше 1,5. Коэффициент 1,75. 3 тысячи рублей оставлю. Джену играет против Болони. Джену 2-1 уступил Сусоло на выезде. Абсолютно заслуженное закономерное поражение. Сусоло намного лучше играл. Но Джену снова забил. Сделал это шамуродов. Вообще он в шикарной форме. За прошлый тур он сделал шикарную голевую передачу. Когда протащил мяч на 30 метров. В общем, здорово смотрит целый тур последних поединков. 1-1 они, кстати, по запрошенному туре Салацио сыграли. 1-2 до этого обыграли Специю на выезде. Последних трех. И восьми из девяти игр у Джена обе забьют и проходят. И дома, мне кажется, ворота Болони. Которую пропускает в каждом матче рекордную серию. Имеет из 41 матча подряд серия, когда не пропускали. Обязательно пропустит Болони и сейчас. В Болони, кстати, пять подряд ничьих. При этом почти все результативные. В 6-7 матчах у них обе забьют и проходят. 2-2 они сыграли Судинеза, Аталант и Специю. Только 0-0 с Ферентины. Я уже говорил, что в том матче был дождь, который мешал командам забивать голы. Кстати, Джену в последней личной встрече на выезде даже обыграл Болони 3-0. Так что 3300 рублей я разделил на две ставки. 1800 рублей я поставил на индивидуальный тотал Джену больше одного за коэффициент 1.70. И 1500 рублей поставил на обе забьют за коэффициент 1.74. И еще один матч серия. Милан играет против Торино. Милан уступил 1-3 у Вентуса. Считаю, что это было заслуженное закономерное поражение. Юи был лучше. До этого Милан 0-2 обыграл Бенементо на выезде. Бенементо не реализовал кучу моментов в пенальти и так далее. Это был один из немногих матчей, где Милан не пропустил. До этого они 3-2 обыграли Латсу. 1-2 на выезде Сосоло. До этого сыграли с Джену и Пармой. В 5-6 матчах у Безабюта Милана проходит. Мы видим, что почти во всех последних матчах Милан пропускает по 2 и более голов. Что касается старинно, то команда в последнее время мне нравится. Бойцовская команда. 1-1 сыграли с Вероной. Вырвали ничью в концовке. 0-3 на выезде выиграли Парму. 1-1 сыграли на выезде с Наполи. 1-1 с Болони разошлись с Миром. 3-1 уступили Роме. Но почти весь матч играли в меньшинстве. В меньшинстве, собственно, и забили. В 8-9 игру Торино обе Забют проходят. Во всех 9 матчах последних Торино забивает. Милан, конечно, фаворит. Но мы знаем, что у них и травмирных футболистов очень много сейчас. Плюс наметился спад по содержанию игры у Милана. Так что я думаю, что гости смогут забить. Моя ставка у Безобютки в цене не 7-6. 2 800 рублей я ставлю. И два матча в Испанской Ла Лиге. Севиль играет против Реала Соседада. Севиль в прошлом туре сыграл ничью. Дерби с Петисом. 1-1. Причем оба гола команда забили во втором тайме. 2-0 обыграли в Реал. 0-1 на выезде в Валенсию. Что касается Реала Соседада, то они 1-1 разошлись с Миром со Сососуной. В прошлом туре упустили победу. 0-1 обыграли на выезде в Дерби Басском Атлетик Бильбао. 0-2 уступили Атлетико дома. И, в общем-то, сложно прогнозировать этот поединок. Севиль фаворит. Но матчи против Ветис они мне вообще не понравились, как играли. Соседада тоже крепкая команда, которая в этом сезоне часто удивляет. У них много травмированных в последнее время. Поэтому результаты чуть ухудшились. Но до этого вообще у команды было много матчей без поражений. Сейчас травмированные постепенно возвращаются в строй. Яросабль, главный лидер, вернулся, набирает форму. Так что я бы не лез бы здесь в исход. Бугмекер здесь видит тотал меньше. Но брать тотал меньше не валуй. Но очень низкие коэффициентные события. Я решил пойти от обратного. Вот, например, у Севильи в 10 матчей подряд забивается хотя бы 1 гол в 2-м тайме. В вторую часть матча с Ветисом оба гола в 2-м тайме были забиты. У Реала Седада в 3-4 последних матчей тоже в 2-м тайме голы есть. Да и в личных встречах, когда Севилья дома играет против Реала Седада, очень результативные матчи получаются. В последних играх они обыграли Реала Седада 3-2 и 5-2. В одном матче 3 голы было забито в 2-м тайме, а в другом и того больше 5. Так что я беру второй тайм, тотал больше 1, коэффициентные 65. 2-800 рублей остали. Я думаю, это валуйное событие. И последний матч Граната играет против Барселоны. Граната на выезде смотрится безобразно. Уступили в гостях 2-0 Эйбуру и Реалу. Но дома команда смотрится шикарно. 2-1 обыграли Валенсию, 2-0 Бетис. 3 победы в 5 матчах у них, только выездные поражения. И дома забивает 8 матчах подряд. Граната, при этом одержав 5 побед, 2 раз сыграли ничью. Только 1 раз они проиграли. Барселона по сравнению тоже прибавила. Обыграли Атлетик на выезде 2-3. Они много лет в Бильбау не могли забить больше одного гола. Но теперь команда прорвала. Месси отметился дублем. Но у Барселоны есть проблемы в обороне. Целые 2 гола от Атлетик они пропустили. Пике, Серхи, Роберта, скорее всего, все еще будут недоступны в этом поединке. Ранее 0-1 Барса обыграла Уэску. 1-1 сыграли с Эйбором. 0-3 победили Валидолит. 2-2 разошлись с Миром с Валенси. И 2-1 обыграли Реал Ситат, но пропустили. В последних 7 играх ни одного поражения у Барселоны нет при 5 победах. И при этом в 4-6 игры обе забьют проходят. Я думаю, что Барса не проиграет на сей раз. Но Граната дома сильна и должна забить. Моя ставка 2х плюс обе забьют. Коэффициент 1.99. 2.700 рублей я ставлю. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите в Телеграм с дополнительными бесплатными прогнозами. Там же у нас есть чат, где вы можете посудить свои ставки. Ссылки найдете в описании. Успехов вам! Увидимся в следующих видео.